Здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу предложить вам приготовить белорусский холодильник или свекольник. Это холодный суп со свеклой, яйцом. Получается невероятно вкусно и сытно. В жару то, что нужно. Для приготовления нам понадобится 1 литр кефира. У меня жирность 2,5, можно взять 3,2, это по вкусу. 4 средних парадмиру яйца, сваренные вкрутую. После закипания варила 8 минут. 4 средних огурца, весом приблизительно 250 грамм. У меня такие маленькие, поэтому у меня 5. У меня 2 крупные свеклы, весом 620 грамм. Можно взять 3 средних. Свеклу нужно отварить или запечь, как удобно, и остудить полностью. Также у меня здесь 300 мл кипяченой воды, которая остыла полностью. Я буду регулировать уже густоту самого свекольника. Может пойти немножко больше или меньше, и у вас также. Небольшой пучок зелени, 20 грамм у меня укропа, и где-то грамм 10-15 зеленого лучка. Так, сметана 100 грамм, это приблизительно 4 столовые ложки. Сахар 1 чайную ложечку для баланса вкуса. И 1 у меня столовая ложка лимонного сока для баланса вкуса. Или можно взять чуть меньшее количество, где-то чайную ложечку какого-то уксуса, если у вас нет лимонного сока. И соль по вкусу. Если у вас яйца отваренные заранее, и свекла тоже подготовлены заранее, то на сборку свекольника уходит буквально 7 минут. Это очень быстрый суп. И еще, если вы любите картофель, то тогда можно 2 яйца использовать, а вместо 2 яиц взять 2 средние картофельные. Можно отварить заранее в мундирах. Я нарезаю яйца кубиком и отправляю сразу в кефир. Огурцы можете нарезать на свой вкус, кубиками или соломкой. Я буду соломкой. Зелень нарезаем мелко и отдельно. Я укроп добавляю к кефиру, а лучок я кладу отдельно и добавляю потом просто в тарелку, когда уже кушаю. Так как лук, он очень на второй-третий день, если вы планируете есть холодник, не сразу съесть, на второй-третий день, он очень много отдает своего вкуса, и такой очень луковый становится холодник. Мне это не нравится. Свеклу натираем на крупную терку и отправляем тоже в кефир. Добавляем сметану, соль по вкусу, чайную ложечку сахара и лимонный сок. И это все хорошенько перемешиваем. На этом этапе доливаем водичку и смотрим на консистенцию, которую вы хотите получить. Кому-то кто даривает погуще, кто-то пореже. Перемешиваем. На этом этапе обязательно нужно попробовать, вкусно ли вам по соли. И можно сразу насыпать и кушать. Можно отправить в холодильник на часок-другой, свекольник станет только вкуснее. Вот такой холодничок у нас получился. Выглядит он очень симпатично, а на вкус это просто сказка. Обязательно приготовьте в жару это спасение для всей семьи. Спасибо, что были сегодня со мной. Жмите лайк этому видео, если вам оно было полезным. Подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не взглянули. И комментируйте это видео. Мне будет очень приятно. Заранее вам огромное спасибо. Пока-пока.